Здравствуйте! Всем привет! И вот мы снова в Юрмале. Сегодня немного пасмурно, но на самом деле середина лета. Очень тепло, придвигается новая гроза. И мы сегодня продолжим экскурсию по историческим местам. Экскурсию, которую мы начали еще ранней весной. Да, у нас снова есть желание сказать привет президенту. Мы находимся на том самом 18-м причале, где обычно паркуем свою яхту. И откуда ближе всего пройти к замечательной резиденции латвийского президента. Итак, прошло довольно много месяцев в Юрмале, поменялась дума. И мы хотим посмотреть, изменился ли порядок после тех шагов, которые мы сделали в нашей прошлой экскурсии. Но, по крайней мере, пешеходного перехода здесь пока еще нет. И мы продолжаем рисковать. Ну что же, мы снова заглянем в гости к президенту. И здесь я вам скажу, изменения определенно есть. Как вы видите, на домах появилась защитная сетка. Ну, по крайней мере, чтобы посторонние туда не лазили. А вот это дизайнерское решение сохранилось еще, вероятно, с зимнего периода. Несмотря на то, что по всей стране был объявлен большой субботник, некоторые запасы лежат неубранными до сих пор. Вот видите, такие вот старинные дачи. Вот резиденция президента именно за ними. Буквально одна минута ходьбы. Здесь, как мы видим, особых изменений нет. И показываем просто для того, чтобы вы знали, что много интересного можно найти в самом центре Юрмалы. Для этого не нужно ехать в какие-то далекие окраины. Все рядом, все близко. Заходим поглубже вглубь, да, к соседям. Действительно, здесь кое-что успели починить или скорее заколотить окна от любопытных глаз. И даже предупреждают о наблюдении. По-моему, здесь только мы наблюдаем. Ну вот, мы снова полюбуемся на замечательно красивое белоснежное здание, в котором летом живет президент. Ну а здесь, да, здесь пока никто не живет, но меры безопасности приняты. Надо отдать должное тем, кто это делал. Будем надеяться, что в новой Думе он получится навести порядок и в дальнейшем. Разумеется, понятно, что в кризисное время сложно найти финансирование, хотя многое все это сохраняется еще и с богатых времен после появления независимой республики. В принципе, перспективы для развития очень интересные. Красивая природная аллея, все буйно цветет. И вот только некоторые мелочи современной цивилизации несколько отвлекают взгляд туриста. Но мы будем надеяться, что с этими мелочами будет примерно так же, как изображено. Давайте снова посмотрим на советскую пагоду. Насколько все-таки оригинально придумали. И здесь произошли изменения, причем очень оригинальные. Наверное, самые оригинальные на этой территории. Как видите, пагоду теперь окружает металлическая сетка. При том, что все отходы и мусор, оставленные гостями президента, по-прежнему остаются внутри. Видимо, для напоминания потомкам, как весело здесь жилось. Спасибо за внимание. Идем дальше. Свежесть моря привлекает туристов. Поэтому, разумеется, мы идем на пляж. Хоть немного отдохнуть от жары и суеты города. И вот еще одна замечательная новинка. Уже некоторое время у резиденции президента происходит ремонт фасада. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы кризиса не боимся. И как минимум фасад у нас будет в порядке. Так что желаем вам приятной экскурсии. Но предупреждаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!